Вот сюда можно делать лоток. Значит, для того, чтобы оценить прелесть этого, можно даже летом дать поднять кабину вручную. Ну, согласен же, да? Да, насрали. Это запикаем. Вот это не надо запикать. Вот как раз вот это, это так и есть. Ты согласен, встретили потенциального покупателя. Сергей загорелся, сейчас он ему расскажет. 14-й год. Вот, ездит. Вот я приду к нему, у него возьму железку с двигателя и поеду туда. И она на тот пав подойдет. Вот, а в этот раз Сергей меня позвал. У них появилась трехосная машина. 6х4, значит. Что интересно, кузов здесь наш, отечественный, делает в набережных Челнах. Я тебе историю скажу, не знаю, в прошлый раз рассказывал, я рассказывал, в Якутии организация. То видео предыдущее, оно набрало тысячу лайков. Когда я в Китай поеду. Это вот Андрею. Громче скажите. Нет, КамАЗ-бы я бы не взял уже. Вы, возможно, видели наши предыдущие обзоры с Сергеем. Кстати, я не представил. Это Сергей Комаров, начальник сервисной службы компании ФАФ. Технический специалист. Технический директор. Технический специалист. Технический директор компании ФАФ. Что ты, подожди ты? Я тут сейчас хохму расскажу. Перебью немножко. На крановом заводе был, у нас там в Челябинске. Снимал ролик, как производят краны. И там парень, мне молодой парень, значит, он был зам технолога. Я ролик снял, под роликом выкладываю. Главный технолог. Мне звонят оттуда. Поменяй, поменяй. Он не главный технолог. Он этот, зам главного технолога. Ну, я забыл, честно говоря, про это. Через два дня мне звонят. Ты не поменял? Я говорю, нет, еще не успел. И вот назначили главным технологом. После твоего ролика директор назначил главного технолога. Так что, погоди, у нас не поменяй. Главный технический специалист компании ФАФ. Короче. Сергей Комаров. Как угодно. Мне все равно уже. Вот наша рама, вот ее можно здесь рассмотреть. Плотнее, да, как бы. Получается, вот мне. 8 миллиметров идут листы. Вот тут усилители. В этой части сколько толщины? Везде по 8, все листы по 8. Ага. То есть, это что получается? 8, 8, 24. 24 миллиметра. Да. Только можно я не буду лазить по машине. Слушай, а он сразу приходит вот с этими накладками под кузов, да? Вот он, вот такой вот он приходит. То есть, это с Китая приходит? Да. Своим ходом, ты говорил? Это все своим ходом идет. Да. Приходя в челны, ставится установка. Ну, там по времени получается. Либо с кузовом сразу встает на предпродажку, либо без кузова. Ну, а там уже сервис в челнах уже сам решает с заводом Амкар, то есть, как сделать им быстрее, как удобнее. У них расстояние там, на самом деле, между ними что-то километров 5, что ли. И они между собой там, да, там готовые машины, не готовые, так. По учете всех наших предыдущих косяков с электрооборудованием, вот здесь видно, как они сейчас проводку все убирают дополнительные, увеличивая количество креплений. В предыдущих роликах большая часть вообще отзывов, которые, комментариев, они были касательно проводки. Ну, это, к сожалению, да. Была слабая, да, раньше проводка? Она, ну, она и сейчас, может быть, не очень сильная. Не так, как хотелось бы, но достаточная для того, чтобы машина работала. Что мы понимаем, как бы, нам здесь соблюдаем цена, качество, определенные нюансы. Вот здесь вот очень хорошо видно всю мочевину, систему. Бак увеличили, сделали. Ну, про Евро-5 мы уже, по-моему, разговаривали. Кто не видел предыдущие ролики, обязательно посмотрите. На канале есть там, где-то примерно полгода назад, наверное, или меньше? Да, где-то так было. Ну, в районе нескольких месяцев назад, посмотрите. Подвеску, подвеску. Все видно, не надо под машину сейчас лазить. Да, тогда мы были на яме, как бы, не совсем было хорошо. Пришлось туда залезать, под яму. Да. Потому что маркировка даже на стремянках какая-то идет. М? На стремянках, говорю, даже маркировка. Там везде уже, везде QR-коды. Ну, вот это мы все тогда обсуждали. Чтобы некачественно что-то не поставить. Да. Даже с нас при гарантии, выполнении гарантийных работ требуют фотографии QR-кодов со старой детали и с новой детали. При выполнении гарантийных работ дилер обязан снять вот эту табличку с QR-кодом на старой детали, которая вышла из строя. И новую деталь, которую ставят, опять-таки QR-код снимать. То есть завод уже дилеров бьет им по рукам, чтобы они не ставили какие-то... Не было желания поставить некачественные детали. Сергей в прошлый раз говорил, вот я сейчас вспомнил немаловажный факт. ФАВ одним из первых, по-моему, или не из единственных, кто сделал электронный каталог запчастей. Правильно? И вообще своей машиной. Или я где-то ошибся? Слушай, нет. Каталог, первые каталоги, но они, может быть, были немножко страшноваты. Я когда начинал с ФАВом работать в 2006 году, он был, может быть, немножко страшный, корявый, но он уже тогда был. То есть мы тогда уже смогли его добиться от китайцев. Но он тогда был. С каждым разом они, в принципе, делают его более качественным. Нет, нет. Ты говорил, что не у всех вообще китайских производителей он есть. Нет, это не у всех. А у ФАВа есть? Ну, это одно из наших основных преимуществ. То есть посмотреть других производителей китайских, он может быть какой-то симпатичнее, там в чем-то удобнее. Больше там в кабине ящики бардачков. Основное преимущество – это наличие каталога и соответствие автомобилю. Вот они соответствуют, автомобиль и соответствуют каталогу. Это самое основное. У вас сейчас в России не знаешь, на какую сумму вообще запчастей есть на складах? Не мой вопрос. В общем, у нас есть отдел запчастей, который этим занимается. И у нас есть как бы технический отдел, есть отдел продаж. То есть он технический отдел занимается гайками, ну, образом. То есть вот все, что гайки – это все к нам. А запчасти – это уже запчасти. Продажи – это в отдел продаж. Туда вот идут. А мы находимся на стоянке одного из ваших дилеров, да? Да, это один из наших московских дилеров. Компания СТС. Расходится она в Люберцах. А всего у нас в Москве, получается, восточные ворота. Это Варшутинское шоссе, около аэропорта Шереметьево. Китайские грузовики. Как же там адрес-то у них идет? Деревня Житнево. Это на бетонке, около трассы М4. И Селятина. КБ спецавтотехник. Очень такой раскрученный сервис. У них тоже свой канал они ведут. Съемки свои делают. Ну, там, они называют себя волшебники из Селятина. Но надо им отдать должное, ребята там чудеса творят. Слушай, а вообще, сколько сервисов сейчас у ФАВА в России? Ну, что-то уже там штук за 30-40 перевалило. Они открываются постоянно. Сейчас много дилеров прибавляется. Уже даже я за ними периодически не успеваю. Смезует, мы ваш дилер. Груче, хорошо. А у вас есть дилер, нет? Есть уже? То есть, я опоздал уже. Ты хотел в Мяс съездить? Нет, я изменялся. Я изменялся. Нет, есть там дилер. Если руководство будет смотреть, вдруг ты еще одного захотят подкрыть. Я понял. А эти спецтехники, ребята, то есть удлиняют раму на четырехосное шасси. Была у них. Прислали недавно картинку. Поставили пятую ось ленивца. Вот. Все это сертифицируют. Сами устанавливают установки этот. А пятую ось подъемную поставили? Да, ленивцу поставили. А что, под какую навеску? Слушай, он у них там стоит под длинный кузов. Девятнадцатый год. Девятнадцатого года, да, машина? Да. Там на табличке идет вся информация. Девятнадцатый год, сентябрь, двадцать пятое число. То есть по табличке всей истории машины можно узнать. Ну, а что скажешь про высвившую красочку маленькую? Да ничего не скажу, что с ней так вот. Тоже смотри, у нее уже одна краска идет. То есть ее на заводе собирают. Вот видно черная краска. Это заводская нормальная краска. Дальше машина идет на следующий этап. И вот следующий этап уже ее. Где она как бы готовится под кузов, все это. То есть это антикор. Я сначала думал, что это краска слазит, а это на машине. Ну, какой-то гадый. Антикор нанесен, оказывается. Вот, а из-за этого такой вид немножко неблаговидный. То есть получается, тонким-тонким слоем нанесен антикор. Ну, то есть на время перегона. Мы вам показали шасси. По такому шасси был обзор самосвалов четырехосных. Вот, а в этот раз Сергей меня позвал. У них появилась трехосная машина. Шесть на четыре. Значит, что интересно, кузов здесь наш отечественный. Делает в набережных челнах компания Автомастер. Ну, вы, наверное, знаете уже этот бренд Amcar. Вот, если нас будут смотреть сотрудники Amcar, Автомастера, я с удовольствием бы вам съездил на завод и снял обзор о вашем предприятии. То есть буду ждать приглашения. Кузов производства Amcar делается из другой стали. В общем, он стал легче. Трехосник по сравнению с трехосным китайцем, ну, уже с китайским кузовом, стал легче на 700 килограмм. Четырехосник, там, получается, почти тонну 700 они облегчили. Ну, а тонну 700, которая это полезная нагрузка. То есть то до этого момента вы ее бесплатно возили, а теперь вам за это будут деньги платить. Это хорошо. То есть 700 килограмм золотой руды можно везти, да? Ну, пускай будет так, как угодно. Самое хорошее, что в этих кузовах, самое-самое хорошее, вот сюда можно делать лоток. То есть если вы стали работать под асфальтоукладчиком... То есть вот это присоединительное, да? Совершенно точно. Вы его присоединяете, небольшой лоточек, вы уже спокойно работаете. Пройдет. Ну, вот, вы его сюда совершенно спокойно поставите. На этот кузов вы можете приобрести навесные борта. И гаечник не будет снимать ваше транспортное средство с учета, как изменение конструкции. Нам для сравнения рядышком поставят две машины, чтобы было видно шасси и самосват. Инструментальный ящик появился. Чего нету вот на наших китайских... Это тоже амкаровцы поставили, да? Ну, мелочь. Это вообще обалденная вещь. Мелочи приятные, да? Могли бы и побольше поставить. Это не мелочь, это очень важно. Это очень важно, как бы, ящик. Могли бы побольше поставить. Просто представь, да, вот он в кабине, у них нету места, куда кидать инструменты. У тебя в машине там донкрат у тебя скачет. Ну, это безобразие, неудобно. А сейчас у них все это, как бы, это есть. Он сюда это положил, ключи, баллоники, вот этот тяжелый инструмент из положил, все. Потому что там вроде как есть место под спальником, поднимаешь, там есть место. Ну, это кабина. Зачем оно все там нужно? Знаешь, для того, чтобы оценить прелесть этого, можно даже летом дать поднять кабину вручную. И вот не на нем, а где поднималка стоит вот здесь, вот там рычажок, и ты там навешиваешь в нее ключ баллонной, и сидишь ее там, придерживаешься, этот ключ болтаешь. Просто нужно ждать попробовать один раз. Нет, ну ты видишь, в Европе все за здоровый образ жизни. То есть они считают, что излишняя физическая нагрузка, это хорошо. Водичка побежала, в Москве тут дождики были хорошие. Они делают фальш-пол дополнительный. То есть на одном из обзоров, по-моему, Ивека, по-моему, 4-хосная, 8 на 8, как раз ребята рассказывают. То есть у них подогрев идет вообще по всему полу. Вот здесь все-таки он, я так понимаю, сегментирован по ребрам. Напишите, достаточно этого, недостаточно. Или может быть как раз фальш-пол избыточный, когда идет подогрев полностью. Но опять же надо понимать, что эта машина класса не премиум, это все равно бюджет. Вот, то есть это... Класс эконом. Класс эконом, да. Прошу прощения, оскорбил чувство верующих, так сказать. Да, бюджет. Немножко. Это эконом вариант. Но в первую очередь цена должна соответствовать качеству. Качество цене. То есть, в принципе, я вообще... У меня образование инженерное, я инженер-механик по образованию. Да, я вижу многие недостатки. Вот. А о многих недостатках мне говорит Сергей. Ну, он показывает на камеру это все. Но я должен констатировать, что, допустим, при цене такой машины, да, вот сколько она стоит. Ну, кому-то и эта цена покажется завышенная, да. Но если учесть, что любая европейская модель будет стоить почти в два раза дороже, а некоторые-то точно в два раза дороже, да, или даже больше, то такой выбор, он, ну, вполне объективный становится. То есть, в пользу китайского автомобиля. А учитывая, что ломается любая техника, что Мерседес там за 10-15 миллионов, да, что китайский автомобиль, то самое главное, наверное, это... За любую технику садится за руль дядя Вася. А дядя Ваня ее обслуживает. То есть, главное... Уровень у дяди Васи и у дяди Вани, как правило, к сожалению, очень-очень низкий, профессиональный. Поэтому, что Мерседесы кладут на бок, и он также, водитель, положил эту машину на бок, вышел, забрал тапочки из салона и ушел. Ты худший вариант рассматриваешь. Я жизнь тебе рассказываю, как на самом деле бывает. Я хотел сказать, что если есть сервис, если есть запчасти, если есть обслуживание, если есть гарантия, то почему бы не посмотреть в эту сторону? Я вот что хотел сказать. Я рекламу вам делаю. Я понял. Я тебе тоже говорю рекламу в пользу более низкой техники, потому что ломают все. Вопрос, сколько потом стоит ремонтировать. Что на той машине водитель поедет с включенным редуктором, музыку погромче сделает, ему все звуковые сигналы по барабану, с заблокированным редуктором. Что на эту? Ну, на эту редуктор стоит 60 тысяч рублей, а на другую он стоит 600 тысяч рублей. Кстати, здесь звукового сигнала не было при подъеме кузова. А на китайский-то мы поднимали, он был... Просто включить надо и все. А, он отключается? Ну, да, подключить просто его надо и все. Я тебе историю скажу, не знаю, в прошлый раз рассказывал, не рассказывал, в Якутии организация. Я когда-то приезжал, первый раз у них было, что-то они купили машин 25, наверное, фавов. Причем у них было и КамАЗы, и ФАВы. И когда приехали туда, у них средняя продолжительность ремонта была, по-моему, неделю или полторы с двигателем. Ремонт, когда двигатель входит в аварийный режим, независимо от того, что-то, неделю-полторы они вышли на нас, на представительство, сняли они топливный насос с машины, и уже, наверное, как... Было полтора месяца, как они ее не могли поставить. То есть, вот, просто беда у людей, понимаешь? И там из этих 25 машин, грубо говоря, у них уже 10 в аварийном режиме не могли работать нормально. Ну, короче, вообще, в общем, труба была. Вы про какие машины, Игорь? Про фавы. Про фавы, да. Они были европятые, только когда они получают. Европятые только, когда они пошли эти машины. Ну, критическая ситуация, звонили механики уже с этого. Ну, то есть, не автослесаря, а механики звонили. Ладно, мы с ними поговорили, поговорили с нашими товарищами, едем к ним в гости. Приезжаем к ним в гости, проводим обучение. Продали им, значит, они пока не купили диагностический компьютер, провели обучение. Обучение проводили фактически. Вот взяли вот деталь, мы ее разобрали, собрали. То есть, люди стоят, смотрят, прямо вот и говорят, вот разбирайте, собирайте. Я что-то показывал. Как раз у них машина в этот момент сломалась, мы ее отремонтировали. Сейчас у них средняя продолжительность ремонта день. Так с чем связано-то было? Во-первых, обучить надо было. Обучить, знать, куда лезть. Как в анекдоте, да, стукнут молоточком по Бентли, да, выезд там, стукнут молотком по Бентли, да, там, один доллар, а знать, куда стукнут, 999. Как промоешь этот анекдот. Здесь то же самое. То есть, зная, как диагностировать, зная, куда лезть, зная, что смотреть, что искать. В течение дня машина, как-то сказать, сейчас у них, по-моему, уже 35 машин этих уже. То видео предыдущее, оно набрало тысячу лайков, когда я в Китай поеду. Надежда. Она должна быть всегда. Не, ну, помнишь тогда, обсуждать? Это вот Андрею. Это с него. Андрей, Андрей, это у нас коммерческий директор, да? Ну, директор по продажам. Коммерческий директор. Коммерческий у нас есть, у нас есть директоров там, да. Андрей, предыдущее видео набрало тысячу просмотров, когда в Китай поедем на завод. Вместе. Я согласен с Сергеем, в любое время, загранпаспорт у меня готов. Народ, поддержите лайками и комментариями, кто хочет увидеть видео с завода, с ФАФ, с Китая. Константин Прова про технику, про предприятие, про людей. Приятно, достаточная кабина. Если тут... Глонасс у нас был на той машине или была подготовка? Не помню. Ну, нет, та синяя была. Та была синяя. Синяя, значит, там была подготовка Глонасса. Здесь уже установлено все, как бы кнопочки, чтобы ты дотягивался, вызовы, динамик. Слушай, ну, вот это у нас ставят. В Китае. В Китае. А что китайцы не могут это интегрировать как-то? Ну, вообще, как чужеродный орган смотрится. Я уже на многих машинах это дело заметил. Как чужеродный орган? Ну, да, вот как будто пришили тебе второй. Да. Вот. Куда-то аккуратненько бы все это же можно было сделать. Есть компания, которая выпускает оборудование, как я понимаю. вопрос сертификации. сертификации. То есть, если он динамик, вот он должен быть вот такой вот, динамик, да, вот такой вот. Я присутствовал на сертификации вот этого вот оборудования в NAMI. Машину опрокидывали. То есть, как бы его реально проверяют. Оно реально работает. То есть, там есть опрокидывающий стенд. У меня нет сомнений в том, что оно будет работать. ты согласись со мной, да, то есть машина, все эргономично, красиво. Согласен. Облизано, зализано, дизайнеры работали. Скорее всего, там, не знаю, как модно сейчас говорить, итальянских дизайнеров приглашали, да, платили им наверняка миллионы, там, может быть, не баксов, юаней, там, чего-то там, да, платили, да. И тут появляются люди с документами, сертифицированные, и ставят тебе вот такую штуку сюда и такую штуку сюда. Вот ты просто по кабине будешь перемещаться, ты снесешь, тут спальник полезешь, у тебя все гладко зализано, бах, коленкой задел. Ну, согласен же, да? Да, насрали. Это запикаем. Вот это не надо запикать, вот как раз вот это, это так и есть. Ты согласен со мной, Вот в данном случае, да, как бы так и есть. Напишите, что вы думаете по этому поводу. А что думать? Ты думай, не думай, а как бы есть умные люди, которые сказали, что должно быть. Не хочешь это ставить? Была полочка, можно было что-то ложить, было красиво все, Напишите, как вам салон. Случай, они поставили подъем кузова, вам кажется. Уже сюда поставили. Слушай, а в той машине у тебя с левой стороны? А в той здесь был. А как удобней? По мне? Да. Здесь слева удобнее. Да. Я объясню, почему. Ты пошел спать, вот он у тебя мешается. Ага. И там ты можешь, наверное, управлять еще и с улицы, стоя на улице. И там, стоя на улице, ты можешь управлять. А здесь ты должен сидеть в кабине. Ну, стоя на улице, тебе не обязательно управлять. А вот то, что ты сидишь в кабине, и у тебя вот здесь вот опять-таки вот этого прохода нет. Просто с самого начала у нас был здесь ручник. На первых фабах был. И очень долго добивали, чтобы отсюда ручник перенесли сюда. Ага. Мотивирует это чем? Вот ты спишь в машине, ногой дернул и снял его с ручника. Снял с ручника, поехал. Все, машина у тебя там поехала. То есть, вот как бы из-за этого переносили сюда ее. Где-то несколько месяцев назад мы в этой кабине сидели. Она была почище, подготовлена. Здесь чисто, извинюсь, как бы эту предпродажку не сделали. Мы экспромтом приехали к дилеру, так сказать. Он не подготовился еще. Поэтому, а там была чистая, красивая кабина. Поэтому, смотрите. И кузов мы, кстати, тоже там поднимали. Я, кстати, разобрался, почему у нас на той машине были крючки другие. Ага. В предыдущих съемках. Но потом уже, как раз ты еще домой уже ехал, когда посетила. Вот даже здесь, смотрим, по примеру этого. Одно ухо. С одним этим пальцем. Правильно? А на той машине было два пальца. Ты говорил, что это лучше. Лучше. Он опирается все. Но при этом, вот мы идем, когда машина, то есть у борта может быть ход. Ага. Выскочить может из замка. Поэтому у того и замок был выше сделан. Чтобы вот этот ход выбрать, чтобы ничего не открылось. Потому что есть умельцы, у них открываются, не знаю, у меня чудеса были. Так на машинах ездили и груз теряли по дороге и все. Мужики, что, машину покупаете? Смотрим. Да, выбираем. Что, серьезно? У вас есть уникальная возможность, вот технический директор, можете ему вопросы задать? Правду расскажет вам. Правду расскажет. Всегда правду расскажет. Вы под что мерите? Да, то есть что-то навеску какую-то хотите придержать? Да, конечно. На ломовоз. А, металловоз хотите? А с каким манипулятором? Мы посмотрим, либо с получше, либо с Вилмашем. С Вилмашем этот... ОМТ, он не ОТ, ВМ. ВМ-10Л. М, ВМ-10М. А устанавливать вы будете сами навесную? Нет, вопрос решаем. Навесную? Да нет, застройщиков-то вообще полно, как бы у нас в Москве и в Московском области. Покупать, как бы на ту же стоимость КАМАЗ, как бы еще его ждать до декабря месяца, как бы, ну это вообще уже там какой-то... А здесь какие сомнения по этому шассю? Сомнения? Ну, как оно будет в дальнейшей эксплуатации? Там, может быть, я уверен, что оно, наверное, будет, скажем так, по надежности не хуже КАМАЗа, да, но... вот дальше, как бы, да, то есть проблемы с запчастями и всем остальным. Здесь есть машина, которая... Мы ее случайно здесь нашли, не специально. Встретили потенциального покупателя, Сергей загорелся, сейчас он ему расскажет. 14-й год. Вот, ездит. Ну, вот, я когда... Вот, у нее жизнь тяжелая, судя по кузову, у нее жизнь тяжелая. вот, видишь, такой его побили, экскаватором толкали, грузили, погрузчик не всегда попадал в борт. У нас как-то на стоянке таких 20 машин стоят же. вы знаете, там стоят, там, конечно, другая проблема, там, владельцы посадили, там, не выплатил лизинг, да, но вот, но вот, судя по тому, что как они, как бы, разграблены, да, то, что там, как бы, каких запчастей, как бы, на ней нету, да, то есть, ну, видно, как бы, что больше все ломается. именно фавы? Именно фавы, да. То есть, ты поэтому себе фав подбираешь? Нет, запчастей там много. Дармовые запчасти. Электрики там уже точно нету никакой. На базу приезжают грузицы, как бы, такие же тоже, да, но они, там, электрики не осталось. Ну, вот, за год стоянки. А все выдернули, красавцы? Ну, видимо, как бы, выдернули все самое ценное. Ну, провода это точно не самое ценное. Ну, я не знаю, но почему тогда там, ну, понятно, там, кузов-то не еще с кабиной, как бы, да, ну, колеса там хорошо там поснимали, там, по одному сзади там понаставили, там, и все. Ну, аккумуляторов нет, понятно. Нет, ну, вот он, вот, живая машина, езди. Ну, понятно, живая. Мне больше интересует, когда я открываю отчет, если я там в 1С, да, у меня там, выбираю период за год, да, и сколько, как бы, у меня съела одна машина, сколько съела вторая машина, то есть съела третья. Вот мне, как бы, эта цифра интересует. Ну, и, конечно, там важно, сколько она стоит. Как компания называется? Формент Гарант. Сергей, рассказ, по Москве, сколько у вас дилеров сейчас? В Москве катаетесь? у нас по Москве, получается, 4 дилера сейчас. На, Шереметьево, ну, около аэропорта, ребята в Люберце, есть на М4 трассе и есть на Киевске. Вот 4 дилера. По идее, ты можешь обслужить, вы можете есть обслужить любую, как люди, ну, как бы, все понятно. По стоимости, все, как всегда, все зависит от людей. Эксплуатация автомобиля. То есть, есть пример, ну, простой, Красноярский край, 5 машин. В течение года они готовы были две машины все списывать. То есть, все это у них был, у них был хлам. Ну, как бы считалось. Поменяли одного механика. там, благо, был выход на хозяина компании. Именно непосредственно хозяин, то есть, так в плотной связке такой с ними работали одного механика, второго нашли им третьего механика. Два этих покойника вернули к жизни. Параллельно вернули к жизни еще сейчас там Шанкси у них работало. Там, тот механиком и ту машину организовал. Сменил из, там, из десяти водителей на этих машинах, он, по-моему, шестерых выгнал, набрал других. Весь, все машины работают. Поэтому, кого вы найдете? Да, понятно, все это... Человеческий фактор, да. Это в скобе работает, и человеческий фактор, и все. Но единственное, что как бы я верю вот в какой-то китайский автопром, да, то есть, я просто смотрю на какой-то легковой автопром, что было там десять лет назад, то есть, что здесь как бы делается сейчас, и смотрю на какую-то спецтехнику, там, допустим, фронтальные погрузчики, да, то есть, я не знаю, мне кажется, фронтальный погрузчик, в России, там процентов, наверное, 70 уже занимает хозяйский производитель. Понятно, там он более колдовый, как бы, там нету какой-то, не нужна какая-то самымудренная там электроника, там, да, более надежная, да, то есть, ну, как бы он ездит, там, да, а что еще надо, ездить? Ездить там, вот мотор, как бы, ну, скажем так, практически, может быть, там, ну, как заявляют некоторые там вольвовские производители, он практически уже там докатал там этот виши, там, или как он там называется, правильно, Вичай там есть, Вичай, да, там, какие-то там для одних. Ну, что, вы в китайце после этого сомневаетесь, что? Мы, ну, вот мы, как бы, пришли, нет, серьезно, как бы, но на самом деле сейчас, вот, если честно, то китайцы все мне, это, кова названивают самарские, там, все, ну, я говорю, ребята, у вас первое что-то получилось, видимо, за эти, он сейчас мне кажется, не продает? Нет, он сейчас заходит, в двадцатом году они начали, они уже зашли, красивые там, красивые, все там у них, красиво, здорово, удобно, ну, что получится, неизвестно пока. Но все как бы друг друга, ухают, ой, фав, шахман, шахман, хова, у них, в принципе, одинаковый двигатель, вот этот Вичайевский движок, он уже, ну, наработанный, работает давно. А что конкурентов хвалишься? А что, хоть что, они железные, они железные? Ты расскажи про фавандачу. Да, вот эти какие проблемы. Нам что же делить, у нас железки и железки, еще раз говорю. Как она себя по жизни покажет, мне ничего сказать не надо. У шамана, шахмана, у них, получается, есть такой хороший выбор в комплектации автомобиля. У нас его нету. У нас, знаешь, что хорошо? Вот стоит, вот я объяснял уже, как бы до этого, вот такой стоит, вот эта евро четвертая машина. Вот она вот здесь вот стоит и, допустим, где-нибудь, здесь же, в Московской области, стоит, ну, в Селятино, к примеру, такой же стоит, да, фав. Вот я приду к нему, у него возьму железку с двигателя и поеду туда, и она на тот фав подойдет. Или возьму эту железку, там, с питерского фава и поеду, там, в Екатеринбург, и она туда подойдет. Вот это самое главное преимущество. Вот стоит там, вот этот, как бы, да, четырехосный, вот этот, четырехосный, тот, там еще, который стоит. Вот они евро пятые. Я отсюда беру, туда ставлю, и она подходит. И лучше со склада взять. Понятно, со склада. Я тебе просто объясняю. Ну, это самое главное. Они все идут в одной комплектации. Все. Вот это самое главное. То есть, есть каталог, машина соответствует каталогу, и ты там заказываешь, там, кронштейн, там, рессоры, там, какой-то там, такое-то, вот с этой машины. Ты идешь, и тебе приходит кронштейн с рессоры, вот с этой машины. Ну, сейчас скажу, если бы не было, там, разницы в двукратной размере в цене, как бы, я бы даже, там, не парялся, брал бы Ман и Вольво, если бы, если бы, если бы, разница есть. Что, два раза сейчас разница? Ну, да, два раза. Соответственно, она тебе окупится. Ну, ограниченное количество, то есть, скажем так, ну, по крайней мере, по нашей деятельности, понятно, если бы мы только чисто, там, перевозки занимались бы, песка, там, ищепно, да, то есть, понятно, самословно, самословно. У нас просто, и тягачи, и... Тягачи тоже есть. И 6х4, и 8х4 машины, и в основном, как бы, нам нужны длинно-базные, то есть, не вот, та коротенькая база, которая... 4х4 это короткая, 4х7? 4х300, нет, но 4х300, это хорошее, вот это, вот это, подойдет, подойдет, конечно, такая, единственное, что нам такая, там, скажем так, проходимость, такая задранная кабина, как бы, все не нужны, больше, как бы, такой, ну, больше нужно дорожное шасси, как бы, больше, а тут только фава, ну, только, как бы, что-то не такое, на карьерах используют на стройках, не, ну, это карьерный самосвал, да, там, чисто, вот, ограниченное, как и у других, конечно, производителей, можно, и, и дорожное, и, там, не знаю, и на стройку залезет, но, как бы, это разные машины, ну, вот на стройку, он у тебя залез, вот, смотри, сюда пускай, вот он идет по стройке у тебя, у него вот этот вот, отбойник, он у тебя идет, ну, опускается, ниже, нижней точки двигателя, у большинства машин, как бы, банкер, дальше торчит, как бы, это все устраивает, вот, по крайней мере, в моей деятельности, ну, твоей, это все устраивает, то есть, раз в год, там, залезть на эту стройку, можно, как бы, и не залезть, а у нас есть маленькие, фабы, вот такие вот, шасси приходят, типа, как вот этот джак, такие, он, низики, красивый, Сергей, кстати, ну, правильно задает человек вопрос, а нету ниже машины-то? Вообще, и в Китае нету ниже? Нет, в Китае там, что угодно продается, а вы, вы не завозите? Нет, вот эта вот сертифицирована, она одна идет, и, в принципе, то есть, тут вопрос сертификации, да, сертификации, завозить, понятно, тут и цена потом начинает, там, это вложиться, это сертифицировать, это идет, это не идет, а склад держать нужную, модель на ряд нужной, цена сразу начинает ввести вверх, ну, то есть, у вас выбор, либо взять вот эту машину, четырехосную, да, но она высокая будет, либо КамАЗ чуть пониже, ну, КамАЗ бы я бы не взял, которого нету, громче скажите, нет, КамАЗ бы я бы не взял уже, уже хватит, не игрался, ну, да, ну, вот, по крайней мере, из четырехосных, я бы КамАЗ, тоже сейчас не брал, ты в кабине сидел? Да, не надо, залезь, залезь, нет, конечно, важно, там, для водителя, тоже комфортно, наверное, как бы, со старой кабиной КамАЗ, это сравнивает, ладно, что, замучили человека, наверное, Костя, как вас зовут? Николай, Николай, спасибо большое, Костя, удачно попал, а я уже смотрел, мне кажется, какие-то, серьезно, ну, подписывайтесь на канал, Константин ПРО, вот вживую увидел, видите, как приятно, приехал в Москву, раз, люди, оказывается, смотрели, Пэд ПРО, Пэд ПРО, ПЭ и КВИЛЬНО, Субтитры сделал DimaTorzok